Сегодня утром Солнце взошло самым чудесным образом. Распустились цветы, планета вращается по расписанию, даже Луна совершает свои циклы исправно. Вся галактика функционирует должным образом. В космическом пространстве существуют миллиарды галактик, каждая из них исправно функционирует сегодня. Но у вас в голове завёлся червячок мысли, и этот день становится плохим. Один маленький червячок мысли, пробравшийся в вашу голову, делает этот день плохим. Есть только две вещи, которые вы должны держать под контролем — ваше тело и ваш ум. Это два накопления. Если вы не отождествляете себя с этими двумя вещами, то всё будет прекрасно. Тело будет восхитительным инструментом. Тело подобно антенне для восприятия всего космоса. Дело не в том, правы люди или неправы. Просто каждый человек действует, живёт и постигает жизнь согласно своей способности и интеллекту. Не все могут одинаково воспринимать и постигать жизнь. Если вы понимаете, что люди такие, какие они есть, из-за существующих в них ограничений, старайтесь понять, как помочь им преодолеть их ограничения, вместо того, чтобы судить, правы они, неправы, хорошие, плохие. Есть личные страхи. Я знаю о страхах только из рассказов других людей. Дело не в том, боюсь я чего-то или нет. Я сделал себя таким. Внутри меня происходит только то, что я хочу. Внешние ситуации не могут всегда складываться так, как мне этого хочется, но внутри меня происходит только то, что я хочу. Поскольку это моё пространство, здесь всё должно происходить по-моему. Почему вы или кто-то другой должен определять моё внутреннее состояние? То же самое касается и вас, не так ли? То, что происходит внутри вас, должно определяться вами на 100%. Духовность — это не какая-то чепуха. Духовность означает, что жизнь открывается для вас в её самой наивысшей возможности, не только на физическом уровне, но только на ментальном уровне. Жизнь открывается для вас во всей полноте. Это и есть духовность. Если с каждым днём вы становитесь всё более радостным человеком, просто наблюдайте за собой каждый день. Сегодня вам не больше радости, чем вчера. Если вы замечаете, что день ото дня вы становитесь всё более и более радостным человеком, и ваше лицо вместо такого постепенно становится таким, значит, прогресс есть. Мы можем сейчас провести такой эксперимент. Просто закрой глаза, в течение 20 секунд энергично потри руки вот так. Держи их примерно в 7-9 сантиметрах друг от друга. Между ними что-то происходит, не так ли? Да. Из-за интенсивного движения твое сенсорное тело расширяется. Вот что происходит. Вот почему люди всё время трутся друг от друга. Потому что вы начинаете испытывать кого-то, кто вами не является, как часть себя. Пусть даже на мгновение. Как бы много знаний у тебя ни было, даже если ты переваришь все библиотеки планеты, всё равно, то, что ты знаешь в этом космическом пространстве, ничтожно мало. Но наше невежество безгранична. Вся йогическая система всегда отождествляется с невежеством. Когда я отождествляюсь со своим невежеством, то бодрствую я или сплю, мой разум всегда работает. Он никогда не спит. В тот момент, когда я скажу «Я знаю», мой разум заснёт. Он станет ленивым. Это, по сути, определяет качество вашей жизни. Поэтому никогда не позволяй своему разуму засыпать, говоря «Я кое-что знаю». Ты знаешь, как устроена травинка? Я спрашиваю ведущих учёных планеты, знаем ли мы хотя бы одну травинку во всей её полноте. Мы не знаем. По мере того, как вы вглядываетесь всё глубже и глубже, вы видите всё больше и больше. Когда кто-то решает, какую одежду вам носить, что вы должны есть, где вам быть, это называется рабством. Но если от кого-то зависит, счастливы вы или несчастны, если от кого-то зависит ваш внутренний покой, это означает, что вы глубоко порабощены. Приятность тела, приятность ума, приятность эмоций и приятность энергий — это на 100% ваша ответственность. Никто другой не имеет к этому отношения. прежде чем начинать любые отношения, любой вид отношений, вы должны установить, каким образом вы можете содействовать другому человеку. если это единственная цель, «О, Садгуру, но если я продолжаю вкладывать, они ничего не дают». Об этом был и первый вопрос, который сегодня задавали. Кто-то лукавит и получает больше, а я получаю меньше. тогда у вас нет отношений. Вы принесли рынок в свой дом. Как получить больше? Как дать меньше, получить больше? Это рыночные отношения. Просто сделайте вот что. Прекратите разделять на важное и неважное. Если вы будете относиться с тем же абсолютным вниманием ко всему, вы увидите, что правильное действие — это очень естественный процесс. Но вы уже решили, что важно, а что не важно. Как вы поймёте, что нужно делать? Половина мира уже отброшена, потому что это не важно. Вы обращаете внимание только на… Вы даже на кого-то смотрите внимательно, только если человек что-то для вас значит. Нет. Я рассматривал всё, абсолютно. Каждую жизнь, каждую деталь, каждое движение, которое происходило в земле или в воздухе, не для изучения, а просто потому, что у меня есть глаза. Редактор субтитров А.Семкин